Здравствуйте, уважаемые трейдеры! После достижения своего пика индекс доллара немного отступил от занимаемых высот. Спекулянты фиксируют прибыли по сделкам на покупку доллара, да и требуется небольшая передышка перед очередным раундом активной торговли. Между тем, ФРС продолжает слать сигналы рынкам о своем истребинном настрое и намерении продолжать агрессивное повышение ставок в попытках тормозить рост инфляции до 2% годовых. В нашем очередном видео на канале ИнстаФорекс ТВ давайте рассмотрим, какие еще события могут повлиять на настроение трейдеров в последние две торговых сессии текущей недели. Согласно предварительным расчетам, скорее всего, продолжат фиксировать ускорение темпов потребительской инфляции уже до 9,4% годовых. И это будет самое высокое значение роста цен с момента объединения ГДР и ФРГ в 1990 году. То есть, ждем очередной антирекорд и, конечно, возобновление распродаж единой европейской валюты. Но тут стоит отметить, что распродажи будут усилены в ожидании аналогичных данных уже по всему региону по еврозоне, что готовится к публикации на следующий день, о чем подробнее еще поговорим. Также в четверг ждем финального расчета прироста ВВП США за второй квартал. Напомним, вторая оценка оказалась немного лучше предварительной. Первичный расчет предполагал сокращение экономики США за второй квартал на 0,9%, но вторая оценка предполагала снижение на 0,6%. Посмотрим, как значение изменится в финальной публикации. Ну и помним, что Минфин пересмотрел параметры признания рецессии в стране, а теперь признак рецессии – это падение в течение не двух кварталов подряд, а трех. Так что реакция трейдеров на напоминание о негативной динамике в показаниях темпа роста экономики может быть проигнорирована трейдерами валютного рынка. Да и учитываем недавние комментарии представителей ФРС о намерении Центробанка продолжать повышать ставку, даже вопреки падению на рынке акций США и угроз рецессии. А значит, скорее всего, на новости отреагируют лишь трейдеры фондового рынка. Совсем иной подход у китайской власти. Здесь трейдеры и ведущие экономисты поднебесной всего мира берут во внимание содержание каждого макроэкономического отчета, особенно характеризующего состояние ключевого сектора промышленности. В пятницу будет опубликован расчет индексов PMI в производственном секторе, который остается в зоне ниже пограничной отметки в 50 пунктов, отделяющей тенденции роста от спада. Сентябрьское значение показателя для крупных предприятий, согласно прогнозам, зафиксируется на уровне 49,8 пунктов. Максимально чувствительной к этой информации будут нефтетрейдеры. Китай – это крупнейший в мире потребитель энергоресурсов. И замедление производственной активности – явный признак сокращения потребления нефти. Ну и, разумеется, распродажами отреагирует и валюта основного поставщика сырья в китайскую промышленность Австралии. В часы европейской торговой сессии ждем уже упомянутого нами отчета с расчетом инфляции по странам с обращением евро. В еврозоне с учетом грядущего энергетического кризиса аналитики прогнозируют исключительно негативную динамику. Предварительное значение, скорее всего, зафиксирует ускорение темпа роста потребительских цен в сентябре до 9,7% годовых. Конечно же, такая скорость инфляции вынуждает Европейский Центральный Банк ввести более агрессивную политику повышения процентных ставок и способствовать росту позиций евро. Однако трейдеры делают разницу между евро и долларом. Евро идет в совершенно ином направлении, поскольку еврозона сейчас крайне инвестиционно-непривлекательный регион из-за высоких цен на энергию, вооруженного конфликта вблизи европейских стран, а также в условиях политической нестабильности в связи с итогами парламентских выборов в Италии. Еще одним поводом для покупки американского доллара станет публикация данных по изменению потребительских расходов. В очередной раз напомним, что ВВП США на 2,3 формируется именно за счет потребительских расходов. Прогноз довольно позитивный. Расходы, несмотря на высокие цены, продолжают расти, да, медленно, но все же. Это явный признак того, что американская экономика проявляет устойчивость и готовность к восстановлению, что, конечно же, должно стать дополнительным поводом для роста спроса на американские активы. На эти события стоит обратить внимание трейдерам во второй половине этой торговой недели. А самые актуальные новости вы, как всегда, сможете узнать из наших ежедневных выпусков новостей. Подписывайтесь на наш канал и будьте в тренде! До встречи!